Девушки отдыхают Очередная попытка договориться по Сирии. Последний день общеполитических дебатов на Генассамблее ООН. Сирийское урегулирование – одна из тем. Скандал на фото-выставке в Москве. Активисты консервативных взглядов вынудили организаторов закрыть ее. Наблюдатели называют это мракобесием. Решающий этап предвыборной гонки. Хилари Клинтон и Дональд Трамп готовятся к первым теледебатам. Что ждет Грузию после парламентских выборов? Репортаж нашего корреспондента из грузинской столицы. Итак, надежды на возобновление перемирия в Сирии в результате переговоров на полях Генеральной Ассамблее ООН не оправдались. Более того, Россия и США на заседании Совета Безопасности накануне публично обвинили друг друга в срыве договоренностей. Сегодня завершающий день общеполитических дебатов на Генассамблее. Есть ли еще шанс, что Москве и Вашингтону удастся преодолеть противоречия и договориться? Этот вопрос я адресую моему коллеге Евгению Маслову. Он присоединяется к нам от штаб-квартиры ООН. Евгений, приветствую вам слово. Да, Тихон, соглашения между США и Россией о перемирии в Сирии временно сорваны. Именно так об этом говорят в Организации Объединенных Наций. Конфликту в Сирии может быть положен конец только на основе единства позиции Москвы и Вашингтона, а его нет. Вообще, признаться, после экстренного заседания Совета Безопасности, состоявшегося накануне, сложно себе представить, как Россия и США будут общаться дальше. Это напоминало открытую перебранку. Я, признаться, давно не помню, чтобы страсти так накалялись на Совете Безопасности. Постоянный представитель Соединенных Штатов, Прион, Саманта Пауэр, обвинила Россию в распространении лживой информации о ситуации в Сирии, назвала действия Москвы варварством. По ее словам, урегулирование сирийского конфликта невозможно, пока Москва настроена на продолжение войны. Она заявила, что власти Сирии проводят полномасштабную наступательную операцию на востоке Алеппо. Россия и Асад совершили более чем 150 авиаударов за последние три дня. В результате погибли по меньшей мере 139 человек и сотни ранены. Один из самых известных городов Ближнего Востока лежит в руинах. Люди, которые, казалось бы, уже привыкли к подобному за последние 5,5 лет, даже они называют эти атаки беспрецедентными по количеству ударов и их интенсивности. Позиция у России, как вы понимаете, диаметрально противоположная. Москва обвиняет в срыве договоренности Вашингтон. По мнению российской стороны, авиаудары международной коалиции, возглавляемой США, пусть даже по ошибке, по местам дислокации армии Баш-Раса, достали первым шагом к началу возобновления боевых действий. И вообще, дескать, политика Запада привела гражданское войне в Сирии. Именно об этом говорил представитель России при ООН Виталий Чуркин. В результате на территории Сирии орудуют сотни вооруженных группировок. Территорию страны бомбят все, кому не лень. Возвращение страны к миру стало почти невозможной задачей. Когда слово взял представитель Сирии, на заседании Совбеза делегации Великобритании, США и Франции устроили Димаш, покинув зал, дав понять, что мнение Дамаска после авиаударов по Алеппо их вообще не интересует. При этом постпредсирии подтвердил готовность Дамаска к переговорам с оппозицией, но при этом подчеркнул, что в составе делегации не должно быть представителей террористических группировок. То есть все вернулось к тому, с чего начинали. И вообще, подводя итог, Генеральная Ассамблея ООН не смогла закрепить соглашение по Сирии. На ее площадках Москва и Вашингтон только раскритиковали друг друга, а перемирие получается сорвано. И теперь нужно начинать все сначала, договариваясь о новых условиях прекращения огня. Тихон. Спасибо, мой коллега Евгений Маслов от здания штаб-квартиры ООН об очередных попытках договориться об сирийском урегулировании. Еще одна тема, которая остается непростой в отношениях России и Запада. Ничего не заметили. В Министерстве обороны России заявили, что российские радиолокаторы не обнаружили ракету, которой в небе над Украиной был сбит малазийский Боинг MH17. Российское военное ведомство основывается на данных, полученных два года назад. При этом представители Минобороны обвинили Украину в нежелании сотрудничать со следствием Нидерландов. И в очередной раз высказались, что Боинг мог быть сбит украинской ракетой. Если бы малазийский Боинг сбила ракета, выпущенная из любого района, находящегося восточнее точки катастрофы, то она была бы обнаружена первичным радиолокатором. Обращаю ваше внимание, что малазийский Боинг выполнял полет под контролем органов управления воздушным движением Украины и не мог не сопровождаться их средствами радиолокации. Тот факт, что она до сих пор не обнародована, позволяет предположить, что место пуска ракеты, если это был БОГ, находилось на территории под контрольным вооруженным силам Украины. Украинская сторона заявление российского Министерства обороны пока не прокомментировала. Напомню, ранее международные специалисты заявили, что результаты расследования по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины будут обнародованы осенью этого года. В докладе Совета безопасности Нидерландов, опубликованном осенью прошлого года, сказано, что самолет был сбит ракетой из зенитного комплекса БУК. Однако, кем именно был пущен снаряд, не уточнялось. Жертвами крушения, напомню, стали 298 человек. К другим новостям. Александр Бастрейкин, глава Следственного комитета России, все-таки уходит со своего поста. Он подал соответствующее прошение. Правда, официальных подтверждений пока нет, и информация противоречива. РБК сообщает, что располагает копия рапорта на имя президента Путина. Документ датирован еще 20 сентября. Собеседник издания, близкий к администрации президента, подтвердил факт подачи Бастрейкиным заявления. Ну а Владимир Маркин, официальный представитель Следственного комитета, который, к слову, также уходит в отставку, опроверг эти сообщения и назвал их уткой. Информацию об отставке главы СК также опровергли источники газеты РУ. Правда, источники РБК уже назвали возможное место дальнейшего трудоустройства Бастрейкина. Верховный суд, в котором он якобы может занять место председателя. К слову, в пользу отставки Бастрейкина говорят и последние сообщения о скорой реорганизации силовых ведомств в России, в результате которой Следственный комитет потеряет значительную часть своих полномочий. Фотограф Джок Сторджес, чью выставку под названием «Без смущения досрочно» закрыли в Москве, заявил, что удивлен и расстроен реакцией российских властей. По его словам, ни с чем подобным он не сталкивался ни в одной стране мира. Снимки, на которых изображены семьи нудистов из разных стран, вызвали бурную реакцию сенатора Елены Мизулиной, а также детского омбудсмена Анны Кузнецовой. Они увидели в работах признаки порнографии. В результате накануне к Центру фотографии имени братьев Люмьер пришли молодые люди, представившиеся активистами движения «Офицеры России». Они заблокировали вход в галерею, никого не пускали внутрь, полиция в происходящее не вмешивалась. Солкновений удалось избежать, хотя у Центра фотографии собрались и сторонники проведения выставки. Что еще подвигу показали? Что же мне так показали? Мне правда так показали? Вот это должна быть позиция русского каждого человека. Наша культура должна быть русская у нас. А европейская культура нам здесь не надо. Нам осящены, блин, и пенопилии. Этот человек, которого вы сейчас видите на экране, впоследствии облил фотографии мочой. Сегодня его арестовали на 7 суток. Кстати, в суде он говорил, что облил фотографии, цитирую, «лечебной грязью из Крыма». Полиция собирается отказать возбуждение уголовного дела по факту проведения выставки, на чем настаивали некоторые активисты. Бывшего президента арестуют, если он вернется на родину. Речь идет о лидере грузинской революции Роса, ныне губернаторе Одесской области, Украины, Михаиле Саакашвили. Ранее политик обещал, что сразу после предстоящих 8 октября парламентских выборов приедет в Грузию. Однако министр внутренних дел страны предупредил, как только экс-глава государству пересечет границу, он будет арестован. Помимо того, что на родине Саакашвили является фигурантом сразу нескольких уголовных дел и находится в розыске, сегодня его заподозрили в подготовке беспорядков. Все подробности узнаем у моей коллеги из Тбилиси Марты Ардашели. После громких заявлений перед телекамерами уже бывшим членом молодежного крыла оппозиционной партии Михаила Саакашвили пришлось отвечать на вопросы следователей. На допрос в здании МВД их вызвали сразу же после скандальной пресс-конференции. Десять человек покинули ряды единого национального движения и заявили о давлении со стороны экс-президента Грузии, который якобы четыре дня назад во время встречи в Украине дал им указание по дестабилизации в стране. Беспорядки, по словам разоблачителей, планировались в день парламентских выборов 8 октября. Нам поручили блокировать здание госучреждений. Мы должны были заставить власть применить против нас силу с использованием бойцов спецназа. В этом и заключался грязный план национального движения. Об искусственном нагнетании ситуации лидеры правящей партии «Грузинская мечта» говорят давно. Называть конкретные имена политики не решались. Правда, все прекрасно понимали, кого власти имеют в виду. В самой партии Саакашвили считают, что версия об организации беспорядков – полный абсурд в духе советского КГБ. За ошибки и достижения экс-президента перед избирателями отвечает его жена. У Сандры Руловс, бывшей первой леди, а ныне кандидата в мажоритарные депутаты от оппозиционной партии «Опального супруга», непростая миссия. Ей приходится восстанавливать репутацию единого национального движения. Сегодня Руловс выступила перед сторонниками в регионе Самегрелло и говорила, конечно же, о Мише. Именно так в Грузии принято называть бывшего главу государства. Я делаю первые шаги в политике и пытаюсь быть похожей на супруга. Но до него мне далеко, так как Миша заранее знает все, что произойдет. Если Мише придется прорыть тоннель из Одессы до Тбилиси, то он это сделает и будет с нами, чтобы праздновать победу. Своё триумфальное возвращение Саакашвили анонсировал лично в эфире Центрального телевидения. В ответ правоохранители поспешили напомнить, что в Грузии на экс-президента заведено несколько уголовных дел. А значит, его арест неминуем. С характерным сарказмом о главном политическом оппоненте отозвался экс-премьер, идеолог и серый кардинал грузинской политики Бедзина Иванишвили. Куда вернется этот несчастный? Он даже в лифте боится застрять. Все эти разговоры о возвращении Саакашвили нужны, чтобы не разбежалась его команда. Выборы в Грузии, как и четыре года назад, это борьба между Саакашвили и Иванишвили. Ну а формально за парламентские кресла сцепится 25 политических субъектов. Фрустрация, разочарование правящей команды и никакой реальной альтернативы среди оппозиции и Грузии предстоит непростой выбор. По мнению социологов, день голосования на избирательные участки придут граждане, которые с собственной позицией определятся в самый последний момент. Именно поэтому здесь Пелиси не исключает вероятность второго тура на многих избирательных участках. Марта Ардашелия, Пелиси, специально для РТВА. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил увеличить срок правления главы государства. Вопрос был вынесен на референдум, который прошел в республике сегодня. В общей сложности в ходе плебисцита предлагалось изменение в 29 статьях Конституции Азербайджана. Однако наибольший интерес вызывают именно те, что связаны с фигурой руководителя республики. Они предполагают увеличение срока президентства с 5 до 7 лет, а также предоставление главе государства право объявлять внеочередные выборы и распускать парламент. Представители азербайджанской оппозиции призывали граждан бойкотировать референдум. По их мнению, предлагаемые изменения не только дадут Алиеву возможность дольше оставаться у власти, но и передать этот по своему 19-летнему сыну. Напомню, Ильхам Алиев бессменно возглавляет Азербайджан с 2003 года. До него на протяжении 10 лет, вплоть до смерти, президентом был его отец Гейдар. Это новости на РТВ и далее в эфире. Решающий этап предвыборной гонки Хиллари Клинтон и Дональд Трамп готовятся к первым дебатам. В США опять стреляют. На этот раз массовый расстрел в Техасе. Все это буквально через минуту на РТВ и не переключайте канал. Это новости на РТВ. Меня зовут Тихон Зитко и мы продолжаем выпуск. Перестрелка в США, на этот раз в одном из крупнейших городов страны, Техасском Хьюстоне. За оружие взялся 46-летний адвокат. Он открыл стрельбу по автомобилям, приезжавшим мимо торгового центра. Инцидент произошел в 6.30 утра. Валерий Кипелов следил за хьюстонской драмой. Новое утро в Техасском Хьюстоне. Новый массовый расстрел в США. На этот раз погиб только сам стрелок. 9 человек ранены. Шестерым из них понадобилась госпитализация. Один в серьезном, еще один в критическом состоянии. Остальным троим медики оказали помощь на месте. Сообщников у стрелка, скорее всего, не было. Версия теракта не рассматривается. Но все детали еще предстоит выяснить местным и федеральным следователям. Из того, что нам известно на данный момент, стрелявший был адвокатом и его фирма испытывала проблемы. Здесь уже находятся агенты ФБР, которые помогают нам в расследовании. Его имя Нейтан Десаи. Иммигрант с американским паспортом не справился с личными проблемами и, по всей вероятности, решил отомстить за свои неудачи, никак не связанным с ними горожанам. Десаи открыл огонь по проезжавшим мимо него автомобилистам неподалеку от Хьюстонского университета Уэст. По предварительным данным, злоумышленник произвел от 20 до 30 выстрелов. Полиция сработала оперативно, отреагировав на звонок в службу 911. Стражи порядка прибыли к месту инцидента спустя несколько минут и были вынуждены действовать жестко. Этот человек открыл стрельбу по правоохранителям, после чего ответным огнем был убит. Смерть подтвердили эксперты. Уже обнаружен автомобиль подозреваемого в том же квартале. В автомобиле было найдено много оружия. Мы также вызвали команду саперов. Они должны обеспечить безопасное разминирование, после чего они же займутся квартирой подозреваемого. Автомобиль Porsche Baxter, принадлежавший техасскому стрелку, федеральные агенты осматривали дистанционно с помощью специального робота-сапера. Жители близлежащих жилых домов были временно эвакуированы. Техас один из самых либеральных в плане отсутствия оружейных ограничений штатов Америки и один из самых консервативных во всех остальных отношениях. Открытое и практически повсеместное ношение оружия – одна из характерных черт штата одинокой звезды. По общему числу убийств с применением оружия Техас занимает второе место в стране. Контроль за оборотом оружия – одна из вечных американских проблем. Решить ее пытался уходящий президент Обама, но мощное оружейное лобби в Конгрессе пока в этой борьбе побеждает. Хилари Клинтон обещает продолжить политику президента-демократа. Трамп, разумеется, отстаивает вторую поправку Конституции. 8 ноября американский избиратель должен будет определить, станет ли Америка безопаснее. Валерий Кипелов, телекомпания RTVI Не исключено, что стрельба в Техасе станет одной из тем сегодняшних первых телевизионных дебатов между кандидатами на пост президента США Хилари Клинтон и Дональдом Трампом. Они могут стать решающими. Дебаты организует университет Ховстра в штате Нью-Йорк. Этот раунд дебатов будет посвящен в основном вопросам внутренней политики Америки. Аналитики подчеркивают, что первая телесхватка – это битва за голоса неопределившихся избирателей. На данный момент разрыв между Клинтон и Трампом минимален. Согласно последним опросам, кандидаты от демократов готовы поддержать 41%. Голосующих, претенденты от республиканцев – 37% избирателей. Ожидается, что за теледебатами будут следить около 11 миллионов американцев. Часть из них специально прибыла в Нью-Йорк. Мы специально приехали из Мичигана, потому что эти выборы меня пугают. Это ненормальные выборы. Если здесь Трамп, и если он станет президентом, то мне уже страшно. Мне страшно, что его палец окажется на красной кнопке. А что будет, если кто-то его спровоцирует? Он как-то сказал, что если он увидит неуважение со стороны Ирана, то пальнет по ним. Так президенты не поступают. Печально известный лагерь мигрантов во французском Кале будет полностью снесен. Об этом заявил сегодня президент республики Франсуа Алант. По его словам, ситуация в Кале является неприемлемой. Мы обязаны демонтировать лагерь в Кале раз и навсегда. Этот шаг является исключительным, но мы оказались в исключительных обстоятельствах. Мы должны действовать методично и обстоятельно. При этом мы должны сносить постройки осторожно. Наша цель ясна – обеспечить безопасность граждан, сохранить порядок и предоставить достойные условия проживания беженцам, потому что это Франция. В настоящий момент в импровизированном городе беженцев, который получил известность под названием «Джунгли», проживает порядка 10 тысяч нелегалов. Там функционируют собственные магазины, мечети и даже школы. Проблему лагеря пытаются решить не в первый раз. Весной этого года полиция привела зачистку в его южной части. В ходе сноса жилищ вспыхнули беспорядки. Волнения поднялись и за пределами лагеря. Жители Кале потребовали от властей закрыть джунгли и расселить беженцев, наплыв которых привел к всплеску преступности в городе. Мигранты из джунглей, как правило, не стремятся остаться во Франции, а пытаются перебраться на территорию Великобритании. С беженцами из Сирии сегодня в Канаде встречались герцог и герцогиня Кембриджские. Принца Уильяма и его супругу Кейт сопровождал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Королевская семья впервые отправилась в зарубежную поездку в полном составе. Вместе с родителями путешествуют трехлетний принц Джордж и годовалая принцесса Шарлотта. Напомню, принц Уильям второй в очереди на престол Соединенного Королевства. Его бабушка, королева Великобритании Елизавета II, формально является и главой Канады. Ну что ж, это все новости к этому часу. В итоге информационного дня в следующем выпуске новостей на РТВА и в 7 вечера по Нью-Йорку. Далее в эфире «Особое мнение». Я, Тихон Зитко, с вами прощаюсь. Оставайтесь на РТВА. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok